Это цокольный этаж центра СПИДа. Здесь нет врачей. Здесь работают ребята, равные консультанты. Это ребята, у которых у самих есть ВИЧ-инфекция. Кто-то из них употреблял наркотики, на сегодня остается трезвым, лечит ВИЧ-инфекцию, ну и в принципе научился жить с ВИЧ. Это сотрудники этой комнаты. Каждый пациент центра СПИДа, в том числе наркопотребитель, может прийти сюда, получить любую консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции. Вдруг он не понял своего врача или там, ну просто ждет времени, когда сдать анализы. Или ему нужна помощь или поддержка. Или человек недавно узнал о диагнозе. Равные консультанты рады в этом помочь. Узнавая о диагнозе ВИЧ-инфекции, человек употребляющий наркотики или нет, есть какие-то очень неприятные моменты, когда действительно непонятно, куда идти с этой проблемой. Кто-то не может поделиться дома, кто-то не может поделиться с друзьями. И для ряда людей равные консультанты. И вот такие комнаты – это действительно единственный выход. Возможно, что они здесь впервые встретят человека, с которым они смогут поговорить про ВИЧ. Я почти уверена, что пара хороших консультаций, и человек может идти в социум. Идти к своим близким, идти к своим друзьям, может дальше принимать решение, рассказывать им о ВИЧ или нет. Может быть, он примет решение не рассказывать о ВИЧ, но ему этой поддержки хватит. И он будет продолжать жизнь со своей ВИЧ-инфекцией.